И они точно, составившись сети, последовали за ним, за Христом. О следовании за Христом я говорил уже несколько раз. Заново стал просматривать и вижу, еще появляется что-то. Следовать за Христом нужно быть освобожденным. Они, написано, оставили сети свои. А что такое сети? Это их заработок. Это все, с чем они подтягивали к себе свою добычу. Они годны, что попадают в сети, надо выбросить. Вот я сегодня говорил о зависти. Не все знают, что написано в Библии. Завистью дьявола смерть вошла в мир. Зависть погубила его. Он завидует Богу, завидует ангелам, которые сохранили свое достоинство. Это так вот, патриархийные нам зависят. Очень похоже на это. Очень. У вас такая свобода, а не постоянно. Вот такая свобода. Да, свобода. Но мы берем за эту свободу. И Бог нам дал. Надо просить, чтобы Господь освободил от ненужного. И тогда можно следовать за Господом. С собой при следовании за Господом нужно взять только один груз. И его этот груз нужно примерить. Не обрезать, не выбрасывать. Абсолютно точно. Вот первое, для того, чтобы следовать за Господом, необходимо опорожнить пустые, чтобы все эти были. Отвергнись самого себя. Своего я, своего эгоизма отвергнись. С чему ты научен был, отвергнись. Обычаев, привычек, наклонности, родства отвергнись. Себя, к чему тебя тянет, что ты любил, что не сходится с сокровом Божьим. А дальше загрузись. Сначала иди продай имение, раздай, а потом следует. Так и здесь. А загрузка какая? Возьми крест. Придумали крест. На себя большие вериги наложат. Да разве об этом кресте Господь говорил? Крест это страдания. Крест это тяготы. Это смирение. Со смирением переносить не так просто. Он сильнее меня, я бы сдачи ему не дал. Вы знаете, как это непросто. А чего я буду подчинять? А сноха пришла в мой дом, да? Это твой крест. А порожни эту сеть. А сноха, чего я буду покорять свекровки? Она свое уже царствовала. Это везде и всюду это идет. И так они оставили сети свои, последовали за Господом. Посмотрим по Слову Божию. Как это будет выглядеть. Когда я говорю священникам, я говорю, вы мне же страшно завидуете. И тебе завидовать, да тебе образования-то никакого нет. Воистину так. У меня нет никакого религиозного образования. И ваши проходи составлены канонически неправильно. Абсолютно неправильно. Они ничего не могут сделать, потому что я это сам осознаю. А когда я осознаю, мне завидовать нечего. Если я с радующимся буду радоваться, а с плачущим плакать, жалеть, как я буду завидовать-то? Ты все время воображаешь, что ты находишься на положении того человека. Маленькое воображение-то развивайте. Я сидел в тюрьме, плохо в тюрьме. Как бы выпустили меня, да я б бежал и не запыхался до дому. А потом мысленно вообразил. Прошла Третья мировая война, все сгорело, пришло одно пепелище. Зима, есть негде, а у меня там в тюрьме пайка была. Мне все время там каждый день отрезали полкирпича хлеба. Ну что, покрутился, попылил ногами по пепелище, да и пошел бы в тюрьму стучаться. Вот мы должны так воображать, ничего нету лучше того, что мне Бог дал. Это самое наимаксимальнейшее, что я достоин. Самая лучшая в мире жена у меня, поверьте. Самый лучший дом это у меня. Церковь это у меня. Книги, все, работа, рост мой не такой, как надо. Невзрачность это как раз то. Вот научиться надо опорожнять сети свои. И увидел их вымывающими сети. И сказал, следуй за мною. Вот эту тиму-то надо выбросить все. И вот теперь Господь показывает, чем я заполню ваши сети. Чем? Будете лосами человеков. Оказывается, весь смысл следования за Христом – тянуть сеть. Вот как кончится сейчас богослужение-то. И смотрю, за дверями стоят, не заходят, уже куда-то надо вырваться. Вы понимаете, вы криком кричите, что вас Господь еще не загрузил. Что сети ваши не наполнены. Ведь мы проходим низкакие уроки. До нас кто-то составлял вот эти песнопения, которые у нас в 16 томе взяли от баптистов. Прекрасное песнопение. А тебя нет здесь. Значит, идут уроки. Общая трапеза. Идут по городу. Если тебя нигде нет, ты сам подумай, а где твоя сеть? И следуешь ли ты за Господом в этот день? Ты думаешь, один раз пришел за неделю в храм, да скорее домой опять убежал. Господь вытряхнет, будет одно пепелище. И ты поймешь, что самое дорогое, ты будешь стремиться сюда бежать. Вот воображение маленько раздевайте у себя. Это самое наисамое, что нам дал Господь. И тогда будем следовать за Ним. В 4 книге Царств 23, глава 3 стих, говорится об одном царе, который встал на возвышенное место и заключил перед лицем Господа Жавет. Если я вам сейчас скажу, какой царь был такой? Дальше написано ни до этого царя, ни позже такого царя не было. То есть это царь выше Давида оказывается. Писание так говорит, и об этом написано тут же 4 царь, 23-25 стих. С колдовством покончил. А был мальчишка, 7-летний вступил на престол. До 7 лет ты посмотри на своего ребенка, с чем он способен-то? Он покорил воли своей Богу. И один раз только он не послушал Бога. А Бог говорил через человека совсем не христианина, не еврея. Ему был уже 31 год как царствовал, до 7 лет получается 38, даже молодой еще совсем был. Через его территорию на другого царя пошел Параон на войну. И он вдруг решил ему выступить. Он говорит, Нехао, царь, я иду по повелению Господа Бога. А ты отойди в сторону. Зачем ты? Моя дорога здесь положила. Мне Бог твой сказал идти. Что его занесло, непонятно. Выступил, он его мгновенно, смело убил. И погиб. Весь Сидраиль оплакивал и не могли понять, как Бог лишил его. Поэтому не надо вступать в борьбу. Да мы с патриархией, а против нее-то мы никто. Мы капля. А что нужно? Делать дело Господне. Заключить завет и следовать за Господом. Вот и все. Я опять новое увидел, почему я сегодня решил на эту тему поговорить. Надо смехао этот идет, нахальный. И нам ничего не сделать. Он нас раздавит. А он пошел бы, пусть он идет, он свое дело делает. Его Бог послал туда. И она в патриархии для чего-то нужна. Но не для того, чтобы царствовала она в наших сердцах. Вы имя этого царя повторите мысленно несколько раз. Иосия. Иосия. Хороший был царь Иосифат, Давид. Но равному Иосии, говорит, никого не было. Это не моя характеристика. И он так малоизвестен. Бог даст, может у нас и кто-то родится, и Иосию еще будет. Но такое бы Иосию это сегодня поставить президент в 2008 году. Он бы навел порядок с этой коррупцией. Начните сегодняшнего дня просить, чтобы Бог дал нам царя подобного Иосии. И это нам не запрещено. Потому что Бог его поставил в абсолютный пример на земле, что возможно было. Ну конечно, в новозаветнем духе. Деяние 22.4. Павел говорит, я даже до смерти гнал последователей сего учения. Это те люди, которые следуют за Господом, они вызывают особую ярость врагов, последователей. Когда мы следуем точно за Господом, вокруг нас все время будет бушевать пламя ненависти. Но Господь до времени будет охранять. Они ничего не смогли сделать. Я понимаю ярость иудеев. Вдруг какие-то отступники среди своего народа. И самую главную идею иудаизма порушили, что язычникам ход церковь есть. Да заодно это ему жить не должно. Не должно ему жить. Я вижу эту картину, как по Антониевой лестнице связанного тащи Павла. И когда он стал говорить всю историю израильского народа, с каким вниманием слушали его. И когда они его не приняли, они это выслушали. Но когда Павел произнес слова и сказал мне, Господь, я пошлю тебя далеко к язычникам, они все взорвались сразу. Стали метать одежды. Пыль над головами, не должно ему жить такого. Он постигнул на самое главное. Они думали, они единственные избранники у Бога. Оказывается, язычникам Бог дверь открыл. Что значит подсредователем Христа быть? Искать не национального приоритета. Не за народ свой бороться только, а за Господа. А за русский народ мы должны все время молиться и за всех. Господи, да просвети их глаза. Да пошли им добрых пастырей, которые знают тебя. Иосиф это не просто на престол залез на возвышенное место, но заключил завет. И заметьте, слова 23 главы Евангелия от Матфея. Всем умом, всем сердцем следовать за Господом. Чего не хватает? Не за патриархом. Не за лавром. Не за монахами. За Господом. И ты каждый раз проверять должен себя. А за кем я иду? Я прошу, будьте внимательны к тому, что я говорю. Чтобы никогда на мое имя не ссылались нигде. А ты скажи, я узнала. И вот в четвертой книге царств говорится. Так-то и следовать за Господом. Мы этот завет заключили уже где? В прещении. Мы вступили с ним в чудный завет. При скоплении народа под открытым небом. Когда мы погрузились в воду, отверглись прежних дел. Мы заключили завет служить Богу доброй совести. Да какая же добрая совесть, когда слово не скажи тебя уже заедает. Что бы ни сказал, кто тебе? Да так. Я пес. А я подумал. Согласилась женщина. А если бы сегодня проверили себя. Сегодня кто-то сказал бы иудейке, болящий сын или дочь, и сказал, нехорошо отнять хлеб у детей. Потому что сегодня это для язычников открыто. И давать псам. Это вы псы. Настоящие. Сумели бы они так ответить, как так анониянка, получившая великую послову от Господа. А иудеи-то должны это примерить к себе. Потому что обстановка изменилась. Они отломились, чтобы нас привезли, Павел говорит. Я просто пример этот привожу. А и каждый из себя должен потаять перед Господом. Чем мои сети были заполнены, когда я шел? Было ли там доброе? Если доброе, я применю на дело Господне. Чтобы следовать за ним, я должен быть вооружен. Евангелие от Марка 5, 37. Иисус написано, и не позволил никому следовать за Собою. Тайное дело. Потому что дочь начальника синагоги надо было воскресить. Это требует, конечно, большого исследования. Почему другим не позволил? То есть великие таинства совершаются в тишине. И посторонние там не должны быть. Почему и Господь сказал, закрой тщательно за собой дверью. Не каждому открывай истину. Перед завистливым спрячь свои намерения. Он не может терпеть. С завистливым, Сирахов говорит, не разговаривай о благодарности. Одно предложение. Почему? А у завистливого нет благодарности. Вот одно качество, почему ты себя можешь проверить. За все благодарить. За все. За красоту, за детей, за мужа, за работу, за питание, за здоровье, за все, что окружает, за страну, за президента. За все Бога написано. За все благодарить им. Когда опять им переполнено благодарностью, все, тогда я завидую. А кого завидовать, когда я благодарю? Если я за него благодарю, а как я могу завидовать? Зависть предполагает изменение объекта зависти. Чтобы он был не такой, ниже сделался, или чтобы красота у него пропала, а кислотой плеснул. Евангелие от Матфея 10.38 Кто не берет креста своего и следует за мной, то не достоин меня. Проверка, годен ты следовать за Господом или нет, только по кресту. Теть и опорожнить и наполнить благодарностью, что есть. Крест. Крест твой тоже надо знать. Какой крест? Это мой такой крест. У тебя много детей у меня нет. У тебя много богатства у меня нет. Да тебе хорошо, а ты вот что-то делаешь. Я говорю, а тебе хорошо. Моя мама как-то сказала, посмотри, вот живу в деревне, насколько у них все лучше, чем у меня. Столько у меня горя. Вот один сын запился, муж без руки, ребятишек у меня много, а мы сели с братом и говорили, мам, давай еще раз пересмотрим. Вот смотри, вот у тебя муж пришел без руки, а у ней совсем не пришел. С той стороны тоже не пришел. У нее нет мужа лучше? Нет, не лучше. Вот у тебя запился он, сын. Так, запился. Так у тебя четыре сына и пять дочерей. А вот у ней-то, у ней один сын, и он погиб. Лучше ли? Нет, не лучше. И все перебрали. И стали благодарить Бога. Мать говорит, лучше, чем у меня ни у кого нет. Такой у меня легкий крест. А вот подошло время, она своим умом же по-женски посмотрела, и в самом деле внешне как будто так. А на деле не так. И когда ты все рассмотришь, увидишь, крест как раз по силам. Непосильно он тебе не даст. Ты никогда и виду не показывай, как Моника. Она всегда благодарила Бога. Сын, блудник. Это блаженный Августин. Где он только не бродит. Нажил ребенка. От рулетки не отходит. Она молилась и будет на весь мир известный епископ и по-низке. Да муж такой крутой. И она только смирялась перед ним. Она наполнила сеть свою благодарностью. И мужа уловила, и муж пришел к Господу. Вот чего нам не хватает. За все благодарить. Ибо такова нас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашим. Матфея 16, 24. Чтобы следовать за Господом, отвергни себя. Без отвержения себя нельзя следовать за Господом. Ты этой ступеньки так и засохнешь. Отвергни, растопчи. От себя исследуй. Ну возьми, даже бумагу напиши. Из чего я состою? Не внешнее зеркало. Твои достижения, твои привычки. Что тебя больше раздражает. Почему ты мужем своим недовольна. Она даже придет, только ее все жалеют. Ой, Аннушка, да какой у тебя муж. Бедная, терпи уж, ничего не сделаешь. Опять, только придет, ее со всех сторон гладят, целуют. Ну как, да ничего, да муж, да увел, да привел чужую жену. Терпи ее все. И один только сказал, знаешь, ты сама на себя посмотри, может ты послужила этим виной. Она стала расследовать-ка до себя. Она взахалась. Все, что у нее случилось, это от нее идет. И она благодарила Бога, и обстановка сразу начала изменяться. Господи, да ведь я виновна-то. Мужу надо пожалеть, а не меня. Детей надо пожалеть, что я с юности-то не привела их к Господу. Вышла без благословения, неверничный брак. Она все разобрала и увидела. А не жалеет-то сестры меня неправильно. И все поставила на свое место. Прекратила эту слизь. Надо хорошо однажды щелоком промыть глаза. И сказать, Господи, я благодарю Тебя за все, что у меня есть. Я никому не буду завидовать. Никогда. И вам делись Лука 5, 27. Увидел Господь мытаря левия у сбора пошлин и говорит ему, следуй за мною. Сколько таких мытарей сегодня? Собирают налоги, грабят, составляют какие-то крыши. Да это в семейной обстановке сколько бывает. На каждом шагу друг друга стараются оттолкнуть кто на помощь. Сделай сам. Хоть маленький какой-то, но чтобы был слуга. Следуй за мной. Оставь эту свою мысницу. Нельзя иметь других долгов, которые, может, тебе и не принадлежат. Лука 9, 59. Позволь мне, Господи, похоронить отца моего. А Господь говорит, предоставь им самим возиться смерть весами. А ты следуй за мною. Если бы это выполнили сегодня, православие, как таковое, оно сегодня рассыпалось бы. С одними покойниками водится. Прищищает покойников, усоведует покойников. Они не знают. Отпевают совершенно неверующие люди были. Но он же крещеный где-то. А почему? И нет следования за Господом. Потому что не отверглись от этих мертвецов. А возможно, если священник совсем неверующий, и чтобы спастись? Возможно. А возможность священнику, который возится с мертвецами, спастись, невозможно. Он обязан был их сделать живым или отсеять этих мертвецов? Для чего он устроил вот это козыще? Козлы должны быть налево стоять. С оглашенными выйти. Храм не запускать. Для чего сегодня считали? Подготовка идет. Мы сегодня как бы начинаем умирать и на суть Божий приходить. Вот для чего это напоминание-то идет. Не просто выслушали по порядку, по чину. Мы сегодня мысленно должны умереть. И мы на суде. И где мы будем, с какой стороны? А на правую сторону-то идти-то начинать надо. Не на суде Божьем, а сегодня за ним следовать. Оставить свое мытесло, оставить все эти, оставить всех этих мертвецов. Иначе следования никакого нет. Пророк Иеремия 42,16 говорит, что если ты не следуешь за Господом, то меч будет следовать за тобою, куда бы ты ни пошел, и тебе не спастись от него. Вот почему нас беды и преследуют. Потому что идут за вождями, за людьми. Везде какие-то астрологические календари, год петуха. Никогда у русских людей этого не было. Всегда знали, что лето благости Твоей, я благослови Господи. Прекрасный псалтырь. А ведь это потворствует кто-то этому. Какую газету не откроешь, везде. Это чародеевство, это колдовство. Не читайте, не смотрите. Я за все зыше, чем ни одного календаря не прочитал. Просто перекреси, если тебе нужно, какие-то сведения из газет возьми. Нигде не наравитесь к разговору к людям. Сразу обличь, это колдовство и проклято перед Богом. Все. Почему? Да Господь сказал, отойдите, проклятые, в огонь вечный. Не знаю вас. Вы за мной не следовали. Если мы за Ним следуем, то мы за Ним и придем. Христос пришел куда? В небо. И мы на путь в небо. Воскресение из мертвых через Голгофу идет. А какова моя Голгофа? Это все надо себе взять. Какова моя Голгофа? Выдержал я ее или нет? Воскресение из мертвых через Голгофа. Вот какая награда. Во-первых, тебе в мозге протрезвится. У тебя память будет другая. И во тьме этой жизни ты не будешь. Он даст свет жизни. Кто следует за мной. И поэтому жалоба на то нет памяти. Я не поминаю, не понимаю, забываю. Ты сам подумай, следовал ты за Господом. Господу дураки не нужны. Один ответ. Я не забуду никогда, как приехал, я говорю, у меня с Украины один из баптистов. Очень знатный человек. Простоял. Купил свечи. Кланяется. Он все уже принял. Но еще приглядывался. И вышел и вздохнул. Я вот смотрю. Или Бог у вас одних дураков набрал, говорит, или никогда он их не избирал, этих людей. Они совсем за ним не следуют. Какое поведение, как они в храме разговаривают. Я ему преподал как должно. А он зашел, ничего это не увидел. Ты мне это все говорила. Почему нет? Да я не властен здесь. Как я рад, что у нас есть община. Мы смогли на короткое время вспыхнуть и показать, что все это возможно. Так нам сегодня 20 человек придут. Они не придут, пока мы с ними ближе не познакомимся. Они дисциплину нашу, думаю, не сумеют разрушить. Но если 200, постепенно бы их вели. Почему? Да потому что то, что у нас есть, это воистину из Евангелия. Это красота, это ожерелье, которое приятно человеку носить на себе. Второе Петра 2.2. Когда люди не будут слушать Библию, Слово Божие, они будут слушать ложных учителей. Мы не знаем, кто-то из нас может еретиком станет, уйдет в какую-нибудь секту. Бойтесь этого. Потому что выше, чище, святее, праведнее, спасительнее православной веры ничего нет. И может быть ни одна вера так не загажена, не испорчена, как православная. И многие последуют их разврату. Не в полном смысле разврата, а развращенные мысли от Бога выводить будут. И через них путь истины будет в поношении. Я бы сегодня, сейчас, вышел на беседу с Синодом, с Патриархом, с самыми знатоками, с Богословами, показать, что у нас тут идет по Слову Божию, а у вас нет. Я никого не могу дозвать, ни одного человека за все годы. Я ходил, приносил им прямо, давайте у вас в епархии проведем, в других городах. Давайте, точно по часам. Вы пять минут говорю, я пятили. Кого первым жребий бросим. С сектантами договорился, с адвентистами беседовал с православными ни разу. Имею ввиду вышестоящие. Православные, многие, желали это. Несколько священников пришли. Пришли, покаялись, вышли перед народом на Затриарх. И говорят, я учил сколько лет, а я еще христианином не стал. У меня только одно было, показать свои знания. Я университет два закончил, там, академию. Вышел вот так перед народом и говорит. Матфея 19, 20. Вы, последовавшие за Мною, воссядете в Царстве Божьем на двенадцать престолах. На двенадцати. К нам это как будто не относится. А на самом деле и к нам относятся. Не о двенадцати престолах, а о благословении, которое последовавшие получит от Господа. То есть полное упокоение. Лука 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнется от себя. А то говорят, так это апостол сказал. Тут написано, как всем сказал. Я специально подчеркиваю. Нельзя так. Это к коринфянам, как сектантам. Я говорю, а почему у вас в мужскую одежду одеты ваши верующие? Так это к коринфянам написано было. А вообще-то к нам-то послание к Барнаулу я не нашел нигде. Или послание Алтайской паства. Ну, а фетихия было, от Максима было, а от Христа не было, от апостолов. Все, что написано в Библии, написано нам, до стихших последних времен, чтобы не были похотливы на злое. Мы считаем про царя Осип, да и еврей какой-то. Лучше его нет, запомни. И мы должны быть благодарны Господу, что Ездра собрал все эти данные, что он записал, что нашлись люди, которые сохранили Библию, донесли. И наиболее всего, говорит, великое преимущество быть иудеем, что им веря на Слово Божие были. Они негодны, они уничтожали, сжигали, но Бог сохранил, Бог верен Слове Своем. И ты все это вместе, и скажи, мне Библия все покрывает, все, что со мной делает, я имею Библию. Я благодарен за Библию. Я узнал через Библию имя Бога моего и Его, я бы никогда не знал. Но вы спросите соседей, как имя Бога, они даже не поймут, о чем ты спрашиваешь. Губернатора еще могут назвать. Евангелие от Иоанна, 21-22. Когда следуешь за Господом, то можешь расстаться и с друзьями, и с близкими. Куда бы Господь ни шел, при воскрешении дочери Аира, на гору Фавор, Иоанн и Петр были вместе. Но вот выводит Господь Петра, и как толкует Блаженный Фефилак на вселенскую проповедь. А тот отстал сзади. Обычно Петр ближе, так сказать, Иоанн был ближе, даже спрашивал, кто предаст. А тут оказался вдали любимый ученик. Настолько это необычно, что Петр оборачивается и говорит, «Господи, а он что? Все же он не идет-то. Что тебе-то того? Ты иди за мной. Ты следуй за мной, я избрал тебя. Кто-то отстал, может так ему там и должно быть. А я туда не поеду, если он туда не пойдет». Может быть и так. Ворак однажды сказал, «Девора не пойдет на войну, и я не пойду». Потому что с ней был Бог. Он ее как талисман с собой брал. Он говорит, победа тогда не тебе будет приписана. Не надо мне славы, мне лишь бы победу одержать. Матфея 9, 27. За ним следовали двое слепых. И на этом заканчивается. А потом куда они делись? Если мы слепые, услышали голос Божий, и Он нас исцелил, Он дал нам масть, которая просвещается лучше, то, естественно, теперь, увидев Господа, познав Его чудную красоту, надо исследовать за Ним. Марка 14, 15. Исследовали за Ним один человек, кто-то, и его схватили. Считают, что это Марк был. Отсюда его исследование за Господом предполагает повышенную опасность. И могут раздеть. Раздеть – это значит обесславить, печати пропечатают, содрать с тебя все, в другом виде представишь. Те листья-то обдерут. Как случилось с Марком? Вот просто прочитали. А вывод-то какой? Это касается меня. Хорошо с Господом вы в горнице сионской. А вот когда за тобой воины погонятся, да когда тебя разденут, где ты окажешься? Евангелие от Марка 15, 41. Женщины следовали за Ним и служили Ему. Вот и сестрам нашлась работа. Следовать за Господом и служить Ему. Ты не знаешь, чем служить. Как служить? Старенькая. Имением своим. Научись жить экономно. Сегодня это 11, наверное, число уже. По новому тарифу. По милости Божьей я еще ни разу не позвонил по телефону. Так что пока на нуле стоит. Как дальше Бог даст? Ну почему? Потому что у меня много друзей. Они знают, звонят такого безразмерного. Они... То есть ты все сложи и принеси на дело Божье. Вот у нас. Мы с тарелкой не ходим. Это не означает, что мы в деньгах не нуждаемся. Мы не хотим нарушать тишину. А если бы с тарелкой ходили, вы бы все равно положили. Потому что другу стыдились, как та положила, я не положу. Положили бы. Поэтому возьмите за правило все время что-то оставлять. Там написано, на нужды церкви. На этой неделе, если Господь благословит, открою вам небольшую тайну. Вчера позвонили. Сигнальный 18-й том о мусульманстве могу получить. Это невиданное чудо Бог делает. И почти полностью 17-й. Я просил молитвить, мне уже деньги. Позвонил главный банкир Алтайского края. Было заседание. Я ему не посылал, не обращался. А послал этот, который приезжает к нам Владимир Иванович, видимо он послал. И решили 50 тысяч выделить. Первый взнос уже будет сделан на этой неделе. А это 50-100 тысяч, что мне за 10 лет бы не накалк пить с моей 1400 пенсии. Это понятно, что... Я верил, я вам говорил, что-то Бог сделает вот-вот. Все. Книги мои скрываются уже на этой неделе с места. Что значит следование за Господом? Я не завидовал ему, что он такой богатый. И он делится. Тем более мне говорят, что и человек этот другой нации. Откуда у него такое расположение? От Бога. Сам сижу за столом, а вдруг звонок. Сам главный управляющий банкир Алтайского края звонит. Конечно, приятно. Я сразу же все бросил за лестовку и скорее благодарить Господа. За всех вас, любезных моих, которые молились, просили. Не для меня это. Это всем нужно. Я жажду увидеть, как это все будет выглядеть. Я сказал вам молиться, что Бог дал нам из наших кого-то в священнике. Или откуда-то познакомил. Дал нам епископа. Я не знаю кого. Я в полном неведении. Мне не открыто. Я не пророк. Но я знаю, последовавшись за Господом, Бог не посрамит. Но мы даже все вместе единодушно об этом молимся. Господи, усмотри о нас нечто лучшее, нежели мы на самом деле есть. Как будто мы лучше. Угодно тебе. И шло за ним великое множество народа и женщины. Еще они умели делать, как помогать. И плакали о нем. Женщина более склонна к слезам. Попросите у Господа слезный дар. О том, чтобы родственники пришли близкие, чтобы с Господом повстречались. Чтобы обстановка в стране изменилась. Хотя бы одно слово скажите. Есть Папа Римский сегодня, вот Венедикт. Я его упоминаю каждый день. У Сарабрятцев Корнилий, митрополит. Я молюсь каждый день за иудеев, за мусульман, буддистов и за всех не знающих. А примет Бог или не примет? Да откуда я знаю? Вы просто положите себе это. О чем молиться? За всех. Чтобы последовали за Господом. Не за своими вождями, не за своими лжепророками. Не за своими идолами. Следование за Господом. Сколько включает в себя? Иоанн 12,19. Пересвещение говорит Каяфа. Видите, что не успеваете. Весь мир идет за ним. Как апофеоз нашей молитвы. Господи, соделай так, чтобы Барнаул последовал за Тобою. Ибо весь мир следует за Тобою. Чтобы ереси Господь разрушил, уничтожил. В Откровении, 19,14. И видел я воинство небесное, которое следовало за ним на конях белых, а облечены были весон белый и чистый. Следование закончится тем, что уже пешком люди не ходят, а на каких-то конях. Какое белое чистое одеяние. Но чтобы там оказаться, на этом белом коне, наверное, здесь надо было окровавиться, последовав за Господом. И когда написано, что последовавшие за ним оставили свои сети, я главное внимание обращаю на то, что нельзя следовать за Господом, пока не оставишь свои сети, наполненные тиной. Оставить надо. Хотя бы в этом заключалось слишком и слишком многое. А что именно оставить? Как оставить? Навсегда это? Мы видим, что апостолы не навсегда это оставили. Христос уже распитый, а Петр говорит, иду ловить рыбу, так вы же сети оставили. Ну оставили, мы их не бросили, пошли опять за прежнее. Иногда что-то не удается, к чему-то придется возвращаться, но только не греховному. Аминь. Аминь. Аминь.